Добрый день, я всех рад видеть. Как-то давно не виделись. Большинство, по-моему, в зале присутствующих меня знает. Те, кто не знает, скажу, что из множества профессий, которыми я занимаюсь, в том числе я бизнес-аналитик, много лет занимаюсь бизнес-анализом, в том числе и свободных программных продуктов. И так уже повелось, тоже многолетняя практика, что раз в несколько лет мы суммируем те исследования, которые накопились в области социологии и бизнеса свободного программного обеспечения. Ну и как бы овербек такой возвращаем. Это разработчикам, которым, на мой взгляд, должно быть интересно. А что тут надо делать-то? Что-то нет презентации. Что? Презентация. Так запускайте. Там просто слайды предыдущего докладчика. А, то есть это тут у нас самообслуживание. Да. Прошу прощения. А, Федорчук тут опять. Ну, картинку мы с Федорчиком не договаривались. Картинку. Вот. Предыдущий подобный обзор мы делали 10 лет назад. Ну, мы, я имею в виду, я и мои коллеги по системно-консалтинговой фирме. Вот 10 лет с этого прошло момента. Если кто не помнит, у нас есть такая знаковая дата. Это 27 сентября 83 года, когда РМС, он же Столман, впервые написал о своей идее создать проект ГНУ. Проект реально был создан, правда, через два года. Но дата эта для тех, кто много лет занимается свободным программным обеспечением, является отправной точкой. То есть, если вы посчитаете, осенью следующего года свободному программному обеспечению исполнится 40 лет. Ну, в общем, 40 лет это срок, это средний возраст, который, как все знают, подвержен определенным кризисам, определенным изменениям. Ну, вот про это я сегодня немножко и хочу поговорить. Ну, вот так вот мы тут развивались в течение 40 лет примерно, да. Что мы знаем сегодня, да, с точки зрения бизнес-аналитики, в первую очередь? Что свободное программное обеспечение – это коммерческое программное обеспечение, которое именно коммерческое. Это очень важно, потому что, несмотря на годы, которые проходят с использованием СПО, постоянно муссируется вопрос, является ли свободное программное обеспечение коммерческим, или оно является его противопоставлением. Так вот, это коммерческое программное обеспечение, совокупная стоимость которого всегда, как минимум, меньше, чем проприетарные на стоимости в лицензии. Существует значительное количество проверенных временем и рынков методов монетизации свободного программного обеспечения, о чем мы сегодня все видим и знаем. И важный момент, что свободное программное обеспечение не противоречит авторскому и патентному праву, а базируясь на них, предоставляет пользователю наименее обременительную реализацию прав автора произведения. Что за 40 лет произошло? Да, ну, когда Столман собирался писать свой проект ГНУ, да, это были огромные компьютеры с терминалами. Все эти изменения вы видите. Их много, часть этих изменений имеет очень большое значение для свободного программного обеспечения, часть, ну, просто это бантики, которые на суть не влияют. Но изменений, конечно, за 40 лет именно в аппаратной базе произошло очень много, что не может не сказаться и на нас самих, на тех, кто с этим свободным программным обеспечением работает. Вот. Что еще интересно, да? Если мы посмотрим на свободное программное обеспечение со стороны социологии, со стороны прикладных каких-то рабочих групп, то мы увидим, что СПО, как-то не странно, положило начало огромному количеству новых моделей. Отношений между людьми, отношений в бизнесе, да, еще целого ряда отношений. Если проводить ретроспективу, то мы увидим, что такие вещи, как стартапы, краудсорсинг, краудфандинг, еще целый ряд явлений появились исключительно благодаря свободному программному обеспечению. И опробованы они были, как социальные модели, именно внутри свободного программного обеспечения. И вот этот огромный спектр разнообразия современного программного мира, который мы видим, он в том числе и произошел благодаря вот той относительно небольшой группе людей, которые все эти годы создавала и продвигала СПО. И всегда возникает вопрос, а какова мотивация людей, которые этим занимаются? Да, понятно, что если вы пытаетесь с этими людьми сотрудничать, пытаетесь строить бизнес на их разработках, вам надо понять вообще, а зачем они это делают, да, вот, что это, что это за явление? И явление настолько необычное, что ему сейчас посвящены тома, тысячи диссертаций и так далее, и так далее. То есть, в общем, на свободных программистах и таким образом паразитируют. Вот неоднократно проводились в разные годы, проводились опросы, вот, а зачем вы этим занимаетесь? Ну и понятно, да, что есть люди, для которых это просто работа. Ну, свободные, не свободные, но человек работает программистом, работает. Есть люди, которые говорят, это очень частый ответ на вопрос, я сам такие исследования много раз проводил, говорят, это у меня хобби такое, у меня такое хобби. Ну, понятно, что учеба, есть люди, которые программисты, но их в своих программных продуктах что-то не устраивает, и они дореализовывают свои профессиональные навыки и так далее. Но вот наиболее частый такой вот ответ, ну, хобби у меня такой. Если вы откроете Википедию, вы прочтете интересное определение хобби, да, что это какое-то занятие в свободное время, которое призвано снимать стрессы, депрессии, улучшать общее состояние психологическое и так далее, и так далее. Ну, насколько я знаю, свободных программистов я мало видел среди них тех, у кого программирование свободное и снимало стрессы. Как правило, оно эти стрессы создавало. И вообще такое, да, странное хобби. Хобби это что такое? Ну, клеит человек модельку, надоело ему, он ее не клеит. Когда человек влезает в тусовку свободного программного обеспечения, он перестает быть один, да, у него появляется ответственность, появляются какие-то сложные горизонтальные и вертикальные связи, уже вот просто так не бросишь. То есть придут и выковырят тебя и заставят работать дальше. Поэтому хобби весьма сомнительное. То есть люди пытаются объяснить свое участие в движении свободного программного обеспечения, не понимая вообще, а почему они это делают. Но это нормально, мы далеко не всегда понимаем внутренние причины своих движений. Так вот, что движет данными индивидами? Не всеми, но многими. Когда-то на рубеже 19-го и 20-го века такой исследователь, социолог Макс Вебер, он вдруг обнаружил интересную закономерность, что те страны, где протестантизм был распространен, они были очень успешны в плане развития бизнеса. И он сделал такой очень интересный вывод, да, что это потому, что они протестанты, они так лучше работают, чем католики. Католики водку пьянствуют, там, и с папой римским разбираются, а протестанты, они трудом заняты. Но на самом деле предположение Вебера, оно оказалось в некотором роде пророческое. Вот я его долгое время сам не понимал, я сейчас объясню, почему. Но вот он впервые описал нематериальные стимулы к труду, что для конца 19-го, начала 20-го века, эпохи дикого капитализма, ну, было тоже как бы диким. То есть оказалось, что люди могут работать не только за деньги, а еще из-за каких-то других побудительных причин, которые с деньгами не связаны. Но вот что интересно, вот эта карта распространения протестантов в мире, если мы отбросим Гренландию, ну, как бы понятно, да, там с программистами плохо, то мы увидим, что эта карта удивительным образом совпадает с ранним свободным программным обеспечением, ну, где-то года до 2000-го. Вот смотрите, Америка, Финляндия, Германия, Великобритания, Южная Африка, Бразилия, то есть все узнаваемо, да. Но если мы сравним ее с картой, вот такой вот, которую Хекер Ранг делает, то мы увидим, что здесь еще очень много стран. Вот Индия, например, да, в ней очень много программистов, но очень мало свободных программистов. Ну, не потому, что в Индии мало протестантов, да. Просто, как оказалось, есть целый ряд этических систем, которые подразумевают нематериальное участие человека в труде. Ну, далеко ходить не надо, вот люди моего поколения, да, они помнят, что нам солнце не надо, нам партия светит, нам хлеба не надо, работу давай, да. Мы так все были воспитаны, поэтому для нас многих непонятно, а что такого Вебер особенного открыл. Ну, да, люди работают не только за деньги, это нормально. Ну, далеко не во всех этических системах это нормально. Поэтому мы будем называть эту идеологию, хотя этих идеологий очень много, да, мы ее будем называть условно-веберовской. И это очень важно, что есть целый ряд социумов, в которых люди воспитываются таким образом, что работать можно не только за деньги. И именно эти социумы, они являлись начальной, так сказать, базой развития свободного программного обеспечения. Ну, и что происходит сегодня? Вот это я написал, что просто о том, что нематериальные мотивы труда могут быть состоятельны и способны создавать весьма заметный материальный актив. Ну, это мы все видим, сталкиваясь со свободным программным обеспечением. Это надо понимать, потому что это важно для понимания того, что сейчас происходит с СПО. Вот три года, порядка 30 различных научно-исследовательских работ, в том числе и работ вашего покорного услуги, некоторые данные. Вот в 97-м году у нас мужчин был 97%, 92-87%. Ну, в общем, даже видно по этому залу у нас стали появляться прекрасные дамы, чего раньше незаметно было. Возраст. Ну, мы стареем, да, нас становится там. Но самое, так сказать, заметное и самое важное, это то, что, к сожалению, резко растет количество свободно, количество 100% оплачиваемых сотрудников. То есть мы теряем людей вот с той самой выборовской, так сказать, парадигмой, и к нам в сообщество все больше и больше приходит людей, просто работающих за деньги. Это важно, потому что новые люди, новые правила. И свободное программное обеспечение, к сожалению, становится подвержено вот всяким этим безобразием последнего времени, там я их по-другому не назову, там, да. Ну, вот они, примерно они перечислены, хотя и не все. Вот то, что мы имеем, как имеем, да. Это те, кого мы потеряли в сообществе за два года. Ну, говорят, что РМС вернулся, но мы все знаем, что он, в общем, потерял практически все свое влияние в фонде свободного программного обеспечения. Ушел прейнинг из Дебиана по совершенно надуманному поводу, да, там. Ну, с Айком история, она всем хорошо известна. В принципе, эти истории у всех на слугу, но что интересно, вот этот весь список, это люди, они все приверженцы к эпилефту. И это тоже важно. То есть я не сторонник заговоров, но следует обратить внимание на то, что из движения свободного программного обеспечения медленно и уверенно выдавливается к эпилефту. И, наверное, не надо объяснять присутствующим, почему это. Вот появляются такие монстры. Вот есть такой Ипократ Лайсенс. Недавно появилась лицензия. Можете почитать, она вообще весьма забавная, начиная с названия. Вот любой врач знает, что клятва Гиппократа это, в общем, выдумка 19 века. А Гиппократов их три вообще было. И кто из них там... Ну, вот такая лицензия, понимаете, которая предлагает к МИТу добавить вот такие вот вещи. Ну, понятно, да, в чей огород кирпич. Можно даже не удивляться. Вот видите, всеобщая декларация прав человека. И вот что у нас получается. Вот White Source посчитал. В 2019 году доля эпилефных лицензий составила 33% в сравнении с разрешительными лицензиями. А в 2012 году доля эпилефных лицензий была 59%. И, в общем, всем понятно, что в том виде, в котором мы знаем и любим свободное программное обеспечение, она будет существовать до тех пор, пока будет существовать кэпилефт. Поэтому вот наше, так сказать, направление аналитическое, вот последних двух лет, оно стоит в наблюдении именно в этом направлении. Что у нас происходит с эпилефтом, какие он атаки испытывает, с каких сторон, так сказать, и так далее, и так далее. И, естественно, на мой взгляд, от всего сообщества должно прийти понимание того, что сегодня эпилефт нуждается в нашей защите. Что надо прекратить игнорировать эти проблемы и очень внимательно относиться к состоянию с лицензиями. То есть вот у меня, в принципе, все. Если есть какие-то вопросы. Коллеги, вопросы, пожалуйста. Можно ручку поднять? Не убей никого. Меня фиг убьешь. Здравствуйте, Антон Бондарев. А как, по вашему мнению, почему происходит такая тенденция? Ну, собственно, вот это... Я услышал у вас в докладе, что приходят новые люди с новым 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 новым. мировоззрением, и они новые правила. Но это же не так просто происходит вот эти тектонические сдвиги, когда начинают возникать новые правила. Почему? Да, конечно. Ну, во-первых, новые правила возникают, потому что мир не стоит на месте. Да, меняются, я не знаю, там даже католическая церковь. Меняется все, в том числе меняется свободное программное обеспечение. Но здесь есть и другая причина. Как-то несколько лет назад на одном из банкетов Сатья, знаете, да, это майкросовский деятель крупный, он сказал одну интересную фразу, что, эх, если бы не было Копилефта, мы бы давно имели операционную систему, как у Эбла. Понимаете? Вот вам ответ на вопрос. То есть Копилефт когда-то, он родился как средство защиты свободного программного обеспечения от беспредела корпораций. И для этого он существовал, и он был нашей движущей силой. Сейчас корпорации пришли в свободное программное обеспечение. И Копилефтам, несомненно, мешают. Это отдельная тема разговора, мы можем об этом поговорить, если будет желание. В частности, то, что творится у нас с облачными вычислениями использования свободного программного обеспечения в облаках. Есть целый ряд сейчас лицензий, совместимых с Копилефтом, которые пытаются внедрить, да, потому что, по идее, облачные вычисления, они под понятие Копилефта не подпадают, да. То есть они как бы выпадают из этого правила. И я могу сколько угодно пользоваться свободным программным обеспечением без фидбэка для сообщества. Именно в облаках. А сейчас вы знаете, у нас все в облаках, фактически, да. Поэтому, ну, изменились времена, и Копилефт раньше защищал свободное программное обеспечение и свободное сообщество. Ну, а сейчас он даже где-то мешает кому-то, да, не нам, а кому-то. Мешает Google, он мешает Microsoft, он мешает IBM. Ну, вот результат. Я, конечно, не сторонник заговоров, я не говорю, что там этого, ай-ка там с плеткой поймали, потому что он там, это вот, его так специально вредили. Но просто, извините, тенденция, вот и все. То есть, время сейчас такое, что от корпораций нужен свободный софт, но без Копилефта. То есть, перефразирую вас. Да, спасибо. Все-таки еще чуть-чуть. Копилефт был придуман Столманом как улучшение программного обеспечения. Лично мое такое мнение. То есть, он добавил некоторые свойства, которые позволили существенно, скажем так, перекроить всю картину программного обеспечения. Если там раньше были копирайтные корпорации, то после этого свойства программного обеспечения стали существенно лучше развиваться. А сейчас корпорации, пользуясь вот этим свойством, пытаются все равно подмять под себя лицензии и, по сути дела, прийти к той же модели, когда все будет принадлежать им. И от этого ухудшится программное обеспечение. Правильно я понимаю? Ну, не совсем. Точнее, совсем неправильно. Да, Алексей, давненько я не выступал. Ну, в общем, понимаете как, я давно уже написал несколько работ по поводу того, что лицензии на качество программного обеспечения не влияют. Нет никакой связи между качеством ПО и лицензией. Все очень просто. Для чего нужен Копилефт? Для того, чтобы вы, взяв мою программу и внеся в нее изменения, не могли эту программу закрыть. Вы, в соответствии с Копилефтом, обязаны программу оставить открытой. Вот яркий пример. Лицензия BSD, да? Вы можете делать с этим софтом все, что угодно. Что сделали из BSD? Mac OS. Apple много откатывает, пардон, в сообщество BSD. Откатывает, но гроши. Понимаете как? Все остальное держит закрытым. С Linux такой фокус не проходит. Потому что, если IBM или Microsoft влила код в ядро Linux, этот код должен остаться открытым. Понимаете как? Вот и все. То есть Копилефт нас защищает от закрытия кода. От того, что какие-то изменения, которые там появляются, в том числе и революционные, остаются доступными нам всем. Понимаете как? Вот сейчас в эти беспокойные времена, вон там какая-то Ubuntu взяла и ушла с российского рынка. Вот они там. Не соответствуют их каким-то пониманиям. Хиппократ-лайсенс, понимаете как? А с кодом-то они ничего сделать не могут. Код открыт для всех. В лицензии не написано, русский ты или марсианин. Вот в этом ее ценность. Но эта ценность, она многих не устраивает. Спасибо. Понял. То есть, по вашему мнению, ценность в лицензии именно в свободе лицензии? В самой свободе? Ну, естественно, конечно. У меня есть микрофон, можно, да? Синяльников Евгений, Базальтис ПО. Хотел бы поставить два момента и задать вопрос. Вы показали на одном из слайдов, что количество разработчиков, которые, труд которых оплачивается, он резко возрос. Да. И здесь я замечу кратко свое видение. Мне кажется, что JPL и капиллятные лицензии, они защищают права коллектива. Коллектива, разрабатывающего софт, в том числе и с желанием, чтобы их труд был оплачен. В случае MIT лицензии, права индивидуалистов в каком-то смысле гораздо в большей степени для него лично защищены, чем для этого самого коллектива. И вот тут вопрос, не видите ли вы некую корреляцию с тем, что все большее количество людей, работающих на свободном софтом, работает в компаниях, и у них возникает конфликт интереса между тем, что они делают в рамках этого самого коллектива свободных разработчиков, и интереса работы с той самой компанией, частью которой они являются интересами. Я о другом совсем говорил. Во-первых, в этой таблице, которую я показал, в этих исследованиях не принято делить капиллефтные лицензии и некапиллефтные. Там про все лицензии речь идет. Потому что мы, наверное, не наберем аналитиков, которые бы занимались только капиллефтом. И это вообще сложно. Понятно, что эти данные – это средняя температура по больнице. То есть есть сообщества, в которых 100% оплачиваемых программистов почти нет. Ну возьмите GIMP, например. Там они есть, но их там очень мало. Или возьмите, например, Postgres, где практически 100% участников разработки, они, так сказать, кем-то финансируются. Это речь идет не о том, что человек работает на основной работе, а потом приходит где-то и занимается свободным софтом, а именно о том, что он за занятие свободным софтом получает 100% зарплату. Тогда получается, что занимаясь за оплату свободным софтом, у него ранее, сравнивая с собой, тоже были какие-то владельцы, связанные с этим свободным софтом. Просто за него стали платить. И в этот момент у такого рода людей возникает дилемма в рамках конфликта интересов, чьи интересы он отстаивает. Внутри компании или… А тут понимаете как, тут даже еще… Давайте в кулуар. В кулуар. Хорошо. Тема очень интересная, много спорта. Вот только там вопрос от Дмитрия Левина. Дмитрий, добрый день. Он слышит нас? Да, он слышит с небольшой задержкой. Хорошо. Дмитрий, добрый день. Волонтерство. Да, волонтерство – это как раз… Ну, оно напрямую, конечно, с движением ИСПО не связано. Волонтерство появилось задолго до не только свободного, а вообще любого программного обеспечения там. Но, несомненно, это явление одного порядка. То есть занятие волонтерством, занятие разработкой свободного программного обеспечения – это очень схожие понятия. Другое дело, что ИСПО придало многим направлениям волонтерства как бы новую жизнь. Я сейчас не готов какие-то примеры привести, но мне попадались, в общем, сведения о том, что вот волонтеры связаны со свободным программным обеспечением. Спасибо большое, Анатолий. Я думаю, что мы еще обсудим в Куварах. Ну давайте, да, то неудобно перед другим. Здравствуйте. Вы в основном рассматривали, ну скажем так, запад Демир, ну в основном, а сейчас же очень сильно развивается Китай. У них огромные технологические компании. И как там этика вообще устроена? Там устроено все совсем по-другому, понимаете как. Ну вы меня помоложе, поэтому как это у нас все было в советское время устроено, не помните. Там устроено примерно все, как у нас было устроено в советское время. То есть там действительно есть разработчики свободного программного обеспечения. Но больше 90% этих разработчиков, они просто получают деньги либо от государства, либо вот таких компаний, как Huawei, например. Они ходят на работу и пишут софт и выпускают его под свободными лицензиями. И там этот процесс, он 100% контролируется государством. Там никакой, в общем, свободы в этом нет. Тех китайцев, которых мы знаем в свободном сообществе, это, как правило, жители США, Новой Зеландии, Австралии и так далее. В Китае это все коммунистической партией контролируется. И там очень много вопросов. Я вам могу сказать, что было очень много коллизий и в плане регулярного нарушения китайцами того же Копилефта и нарушения других лицензий. Хотя определенный фидбэк кода из Китая, он есть, действительно он существует и им, в общем, можно пользоваться. Но там, это все еще раз говорю, это 100% контроль государства над процессом разработки, над процессом участия. Вплоть до того, что там к вам могут прийти люди в штатском, я вот просто общался, знаю, и сказать, что вы знаете, а вот мы вам советуем заняться свободным программным обеспечением. Анатолий, я все-таки, как бы, насчет Китая, я должен сказать, что не все так однозначно. Вот. Там, так сказать, как бы, во-первых, там был съезд партии, который постановил, что надо развивать свободное программное обеспечение с одной стороны. И было, я слежу регулярно, там есть у них сайт, на котором, как бы, все это развивается, но, честно говоря, там как раз нету каких-то всемирно известных проектов на этой теме. Нет, нет. А появились китайские, они, как бы, причем, чем они отличаются? Это очень интересно. Фирма Alibaba полностью, значит, вы же можете открывать всю эту самую схемотехнику, архитектуру, а можете нет. И американские фирмы о них не открывают. А китайцы все открыли сразу же. Другой вопрос, что у них там есть проблемы и с программным обеспечением, мы этим занимаемся, и с самими этими микросхемами. Но они стоят, во-первых, очень дешево. Вы можете на Али, вы можете их купить, они совсем, как бы, есть совсем дешевые. А во-вторых, там все абсолютно открыто. И это очень большой вклад в развитие свободного программного обеспечения. Очень большой. Причем больше, чем из всех этих, в смысле риск-файф, он такой более, ну, я не имею в виду по объему кода, там всего прочего, но он более радикальный, в том плане, что это действительно открыто. То есть они могут закрыть, они открыли. Это действительно, я с вами соглашусь, что это неожиданно. Да, это неожиданно. Но это именно говорит о том, как многое у них меняется, и меняется стремительно. Вот самая, ну, я не знаю, там, Алибаба, это одна из крупнейших фирм. Вот она все открыла. Да, у нее, как бы, есть некоторые проблемы, там, с правительством, там, все это самое, тем не менее, она существует и развивается. Про более мелкие, да, значит, естественно, что все это подхватили более мелкие фирмы, которые уже выпускают платы на этом деле. Вот. И качество софта, который они предоставили, свободный, ну, в общем, он не очень еще отложен. Но давайте наблюдать, давайте наблюдать, и это, как бы, многое у нас, как бы, очень быстро меняется, в том числе, вот, ну, они железками занимаются, в данном случае связаны с железками. Алексей, у нас еще один комментарий. Это комментарий Анатолия, у вас в ЖЖ 15-летней давности. Я его себе позволю прочитать. Проблема мегалузеров типа IBM, Sun и Ижи с ними состоит в том, что эти деятели, ну, попутают донейшн и финансовые вложения. Пожиртов небольшое количество денег сообществу, они считают, что вправились в душу своими кованными сапогами. Сообщество было живо, когда они стреляли на нас с другой стороны. Сообщество живо, когда они перебежали на нашу сторону, по ночам жрут тушенку под одеялом, а утром плачут и просят добавки у котла. Сообщество будет жить, и когда они перебегут обратно. Вот то, что док озвучил по части войны с Копилэфтом, подтверждаю, наблюдаю. И более того, я вот буквально вчера эта фраза выкристаллизовалась, что после вопроса о неважности лицензий для качества кода, становится вопрос о том, а кто решает, мир жить или нет. То есть кто у руля. И этот вопрос может оказаться еще важнее. Анатолий, вы согласны сейчас с цитатой древней? Ну, цитата древняя, да. Вот я говорю, что все меняется, кроме Миши. Я тоже меняюсь. АПЛОДИСМЕНТЫ Значит, спасибо вам большое. Я, как бы, очень, как бы, ровно на фразе, о которой я всем говорю, она отчасти относится к докладу, не относится к этому докладу. И это то, что когда вы определяете, с каким программным обеспечением вы будете его делать, смотрите, пожалуйста, не только, а теперь уже даже и не столько на лицензию, сколько на правообладателя. Вот вы должны это смотреть, вы должны понимать, что если правообладатель при всей открытости, там может быть лицензия КПЛФ, может быть ЖПЛ, но если правообладателем является крупная фирма или государство, неважно, это может быть наша государство, это может быть не наша государство, наша крупная фирма, не наша. Но если единственным правообладателем является вот эта вот корпорация или государство, то это значит, что вы неизбежно находитесь под риском, потому что единственный правообладатель, он может ввести клаузу, он может поменять лицензию и так далее, и так далее. И с этим мы уже сталкиваемся, если вы посмотрите. Потому что если правообладателем там является, как у ядра Linux, сколько там, я не знаю, десятки тысяч разработчиков, то это, конечно, тормозит его в том плане, что невозможно даже поменять лицензию с ЖПЛ-2 на ЖПЛ-3. Но это только единогласное решение, только юридически. А если у вас как в замечательном OpenGTK, там куча разработчиков, они все выписаны, но правообладатель там один, фирма Oracle. Так что вот смотрите и будьте внимательны в этом плане. Я не призываю отказываться ни в коем случае. Просто нужно всегда оценивать свои риски. И вот это в последнее время, этот риск, он иногда из-под вольного стал появляться. Так, спасибо большое, Анатолий. Мы в кулуарах еще продолжим. Спасибо.